Не одно десятилетие тема взаимодействия природы и человека волнует не только ученых, но и писателей и поэтов. Неповторимая красота родной природы во все времена пробуждала браться за перо. Сколько писателей в стихах и в прозе воспели эту красоту. В своих произведениях они не только восхищаются великолепными пейзажами, но и заставляют задуматься и предупреждают о том, к чему может привести неразумное потребительское отношение к природе. Россия – это край пшеничных полей, разнотравных степей и, конечно же, могучих лесов. Как часто они воспеты в произведениях наших Ни для кого не секрет, что лес играет важнейшую роль в фольклоре нашей страны. Достаточно вспомнить несколько русских народных сказок, поверий, песен, чтобы в этом убедиться. Лес, как символ чего-то мистического, потустороннего, сопровождал русского человека с давних времен. Вместе с тем, лес для русских писателей – символ России и символ дома. Предлагаем вам окунуться глубже в историю появления и развития образа леса и вспомнить его на конкретном примере. Лес нередко являлся источником опасности или неведомой силы, которая таила в себе нечто недоброе, с чем герою предстояло вести борьбу. Вспомним сказки Морозской «12 месяцев». Во многом они схожи между собой. В обоих произведениях «Зимний морозный лес» для главной героини и для пачерицы – источник беды. Нередко неведомая сила, обитающая в лесу, выручает главного героя. Обратимся к сказке о бабе-яге, проживающей в своей избушке на курьих ножках. Лес, вырастая, ограждая девочку от преследующей ее злодейки. Однако позже лес стал для русского человека являться символом и родины. Многие русские писатели, поэты и художники воспевали в своих произведениях красоту русских рощ, берез и рек. Эти мотивы можно прослеживать уже у Александра Сергеевича Пушкина – барышни-крестьянки. Немало лесной поэзии можно встретить у Есенина. Он любил воспевать красоту родной природы и родной деревни. Не менее красивые строчки можно увидеть в произведениях Рубцова. Но необычайно яркий образ русского леса мы видим в романе и стихах Александра Сергеевича Пушкина и Евгения Негин. В этом произведении образ русской деревни и ее природы неразрывно был связан с образом Татьяны Вариной. Природа подчиняет человека не только своей загадочностью, не только своим равнодушием, но и своей жизненной силой, здоровьем и мощью. Такова природа в рассказе «Лес и степь», который замыкает цикл. Рассказ о лесе и степи с разнообразными важными торжественными событиями в их жизни со смены времен года, дня и ночи, зноя и грез – это в то же время рассказ о человеке, чей духовный образ определяется этой природной жизнью. Помимо красок, которые изображает Тургенев, в лесу много разнообразных звуков. Слушается сдержанный неясный шепот ночи, каждый звук словно стоит в застывшем воздухе, стоит и не проходит. Громко застучала телега, в творчестве многих русских писателей символ леса и отдельных деревьев играет важную роль. Так в рассказе Бунина «Антоновские яблоки» яблоня – символ, уходящий в прошлое России. У автора незначительная, казалось бы, деталь – запах антоновских яблок – будет вереницу воспоминания о детстве. Однако эта жизнь уходит в прошлое, и ее сменяет милкопоместная жизнь. Вишневый сад – центральный образ одноименной пьесы Чехова. Вокруг его образа строится интрига пьесы. Он объединяет все персонажи. Образ Дуба предстает перед нами в романе эпопея «Толстого. Война и мир». Сюжет встречи князя Андрея Балконского со старым Дубом является одним из поворотных эпизодов в романе. Это переход на новый этап жизни, полная перемена мировосприятия героя. Встреча с Дубом – перелом в старые его жизни и открытия новой радостной в единении со всем народом. Береза – красивейшее дерево, воспетое многими поэтами XX века. Одним из них является русский поэт Есенин. Во многих его стихотворениях береза символ прекрасной русской девушки. Рябина, как береза и ива, также являются одним из поэтических образов. Рябину в качестве кровавого дерева, передающего дерзость, вызов, неистовство, бушевание. Мы встречаем в стихотворениях Блока «Осенняя воля». А для Цветаевой это дерево также имеет важное значение. Ни у какого другого поэта она не употребляется так часто и с таким лирическим воодушевлением. Символика леса и деревьев играет огромную роль и несет в себе важную смысловую нагрузку в произведении, поскольку может подсказать читателю дальнейшее развитие сюжета, ускорить его, а также помогает в создании психологической характеристики героя.